Привет всем! У микрофона Серега, а это означает лишь одно, что подошло время у меня на канале для очередного выпуска с пасхалками из различных видеоигр. Кстати, уже 29-го по счету. А поэтому скорее заваривайте себе чашечку ароматнейшего чая, ну и вкусняшек каких-нибудь не забудьте взять на время просмотра, так как сегодня мы действительно окунемся в атмосферу невероятных находок и рассмотрим каждую из них поподробнее. Ну а перед началом, как и всегда, желаю вам приятного аппетита и самого приятнейшего просмотра. Ну а я уже буду начинать. Полетели! Вторая часть легендарной мафии может порадовать нас одной интересной пасхалкой, которую я вам сейчас покажу. В эпизоде, когда Вита попадает в тюрьму, ну и впервые выходит во внутренний двор, среди множества заключенных, которые разделились на этнические группировки, можно найти одного интересного персонажа, который сидит на картах и что-то чертит на земле, бормоча в бреду себе под нос одну интересную грамматически ошибочную фразу. All your base, all your base are belong to us. Ну и конечно же, все это довольно известный интернет-мен 90-х годов, берущий свое начало из китайской сеговской игры Zero Wing. Ну и конечно же, он заметнее всего в оригинальной озвучке. Давайте посмотрим на пасхалки, которые мне удалось отыскать в крутом мегаслэшере от третьего лица с элементами Кутейе. И это конечно же, восхождение сына Рима. Как только наш герой Марий после кораблекрушения в третьей главе ступит на сушу, нам нужно будет в процессе сражения активировать три скрытых круга с черепами, два из которых расположены у воды, а третий у горящих обломков пароходов в башню. Ну и после проделанного нам покажут, как среди высадившихся на берег воинов придут нам на помощь призрачные солдаты на своих призрачных кораблях, что конечно же является прямой отсылкой на третью часть «Властелина колец», где была похожая сцена с призрачными воинами, помогавшими Арагорну и его друзьям против армии Саурона и присоединившимся к ним наемникам. Переходим в четвертую главу компьютерной игры Rise Sons of Rome. На пути, как ведуку, следуя через лес, для нахождения пасхалки нам нужно будет на развилке свернуть с отмеченного пути налево, после чего мы выйдем к бурной реке, у берега которой находится перевернутая лодка, а вдалеке водопад, ну и для активации пасхалки нужно подождать некоторое время, после чего из воды покажется рука скелета, держащая меч, что, конечно же, отсылает нас на легенду о владычице из озера, которая напрямую связана с королем Артуром и его знаменитым мечом Экскалибуром. Перейдя на шестой уровень Rise Sons of Rome, следуя по пути к зданию суда, если свернуть с сюжетного пути и пройти под мост, а затем прицельно бросить два пилума в воду, то из воды тут же появится огромная статуя Посейдона, и из трезубца обольет Мария водой, к счастью, не принеся никакого урона, а затем вновь скроется под водой. Примечательно, что в истории было точно такое же событие, когда император Каллигула объявил войну богу и приказал своим воинам с берега кидать копья в воду, доказав тем самым миру о своей нездоровой психике. Добравшись до здания суда на шестом уровне Rise Sons of Rome, пробираемся в огромный зал без крыши, над каждым углом которого расположились колонны. Здесь нам, как в случае с водой, также предстоит воспользоваться пилумами и бросить парочку из них в любые две колонны. Тут же небо осветят десятки молний, и из ниоткуда перед нашим героем предстанет огромная статуя Зевса, и из его глаз в Мария вылетят огненные лучи, к счастью, не приносящие римлянину абсолютно никакого вреда. Но зрелище, как по мне, впечатляющее. Переходим на седьмой уровень восхождения Сына Рима. И добравшись до места со Скорпионом, на башне вырезаем абсолютно всех врагов вокруг, даже снизу. Далее поднимаемся к Скорпиону и стреляем из него по колоннам в указанном на видео порядке, после чего из воды небольшого бассейна в центре появится огромная голова Нерона и начнет вращаться вокруг себя. Ну а если нам надоест смотреть на это чудо, просто ступите в воду, и голова императора, издав истошный возглас, исчезнет тут же под водой. Восьмая глава сюжетной кампании Сына Рима, также может похвастаться интересной пасхалкой. Добежав до внутреннего двора, заполненного ранеными солдатами, нужно постоять в комнате с красной занавеской на выходе некоторое время, а потом встать на лестнице напротив балкона вдалеке и статуи Цезаря под ним. И подождав несколько секунд, перед нами предстанет огромный боевой слон на этом самом балконе, а по бокам от него будут танцевать девушки. Очень необычное, как по мне, зрелище. Игра Люди Икс Начало Росомаха, также знаменита своими шикарнейшими пасхалками, и поэтому также заслуживает внимания, и одна из них находится уже на первом уровне. После того, как мы с помощью машины разломаем ворота и расправимся с противниками, сразу же поднимаемся по зарослям наверх и разбиваем доски, закрывающие проход, зайдя в который мы с вами обнаружим на небольшой полянке люк в земле, прямиком из популярного телесериала Lost. Да и подойдя к нему, из-за кошка тут же, как и положено, ударит свет. Дойдя до пятого эпизода второго этапа невероятно крутой игры про героя комиксов Marvel Логана Росомаху, после уничтожения двух прототипов, запрыгиваем в дыру, образовавшуюся в ходе схватки. Там также уничтожаем врагов и продвигаемся дальше, и видя справа поваленное бревно, поднимаемся по нему в пещеру, где находим воткнутый в землю легендарный меч Фрост Морн из Варкрафта, а рядом с ним лежит скелет с восклицательным знаком над головой. К сожалению, а может и к счастью, квестов от него мы с вами не получим. В третьей главе «Людей Икс. Начало Росомаха» мы также можем отыскать одну шикарнейшую пасхалку. Дойдя до морозильного луча, двигаем телепорт, находящийся рядом с ним, до упора вправо, где он, пройдя через маленькое отверстие сквозь стену, попадет в маленькую комнатку. Телепортируемся с помощью луча туда, и оказываемся рядом со столом, на котором расположился тортик со свечками в окружении надписей «Сюрприз». Ну и как вы, наверное, уже поняли, этот тортик является пасхалкой на подобное кондитерское изделие из дилогии видеоигр Портал, в которых он, к сожалению, был лишь ложью. Друзья мои, ну вот и подошел к концу очередной мой выпуск, и поэтому я с вами буду уже прощаться. Ну а от вас, конечно же, жду заслуженного лайкосика под видосом, если, конечно, вам это не составит труда. Ну и подписончиком можете меня также порадовать. Ну а если хотите и дальше не пропускать все интересное, что выходит у меня на канале, то и на колокольчик стоит нажать. А теперь я буду заканчивать. Всем до скорых встреч, пока-пока.